значит следующая наша тема это использование операторов по работе с множествами то есть когда мы накладываем условия не на одну строку не используем под запросы а хотим сделать какие-то множественные операции сейчас мы посмотрим что это из себя представляет то есть мы разберемся значит что такое операции по работе с множествами вспомним немножко школьную или университетскую математику кто где это учил значит рассмотрим как оформляется синтаксически такие запросы и как управляем значит выводом результата то есть какие дополнительные нюансы есть при выводе результата при описании структуры колонок когда мы используем подобного рода запросы значит ну вот у нас есть два множества а и б значит какие есть возможные операции по работе с ним ну во первых это объединение объединение с включением пересечения дважды то есть когда пересечение входит дважды как из первого множества так и из второго множества пересечение двух множеств когда в результате мы получаем только общую часть и минус или разница двух множеств если мы от множества а отнимаем множество б то мы получаем множество а за вычетом его пересечения с множеством б то есть это известно из курса математики то есть это обычные математические операции с множествами то есть объединение когда мы получаем и а и б полное объединение когда мы получаем и а и б и то что входит в пересечение попадает дважды сначала как элементы множества а потом как элементы множества б то есть пересечение попадет дважды при полном объединении обычное пересечение то есть мы получаем только элементы которые общие для множества и множество b и разница мы получаем если а минус b мы получаем только те элементы множества которые не входят в пересечение с множеством b соответственно тоже самые операции мы можем проводить на данных из таблиц значит у нас появляется еще одна табличка история смены работы сотрудников то есть если в таблице сотрудников у нас есть текущая должность то в таблице истории сотрудников значит сотрудники и должности значит много записей для одного сотрудника если он в организации менял должность там например до 1 мая он был директором значит 1 мая его понизили он стал зам директором соответственно него должность поменялась значит потом его опять повысили сделали генеральным директором у него опять должность поменялась значит в табличке job history у нас будет три записи для одного сотрудника но с разными должностями история изменений должности будет храниться у нас вот в этой табличке job history значит ну первый оператор это простое объединение значит как я уже говорил мы получаем в объединении как элементы множества b так и элементы множества а причем пересечение входит один раз то есть это обычное объединение по синтаксису значит мы пишем первый запрос сотрудники и должности из таблицы сотрудников дальше идет ключевое слово union мы объединяем и идет второй запрос номер сотрудника номер должности из другой таблицы значит job history значит какой есть дополнительный нюанс во всем этом колонки которые перечислены как в первом запросе так и во втором должны быть одинаковыми иначе мы не можем как вам сказать то есть если элементы разной природы мы не можем их отнимать объединять и так далее то есть нарушаются структуры запросов поэтому количество колонок и их типы должны быть одинаковые значит это обычные объединения то есть мы получаем данные извлеченные первые первым запросом плюс данные извлеченные вторым запросам причем если здесь есть пересечение по данным то мы пересечение получаем один раз то есть без дубликатов union all значит как я говорил то что попадает пересечение будет выведено два раза то есть дубликаты из пересечения будут оставлены по синтаксису тоже самое значит добавляется только еще после юнион ключевое слово all то есть мы включаем дубликаты которые попадаются при пересечении интерсект или пересечение значит у нас в результате будет только те записи которые попали вы пересечения этих двух запросов структура остается точно такая же первый запрос второй запрос и между ними ключевое слово интерсект операция минус возвращает если мы делаем первое множество минус второе значит мы получаем те элементы множества которые не входят в множество б то есть а отнимается пересечения б минус первый запрос второй запрос то есть структура запросов она одинаковая единственное что значит разные ключевые слова в зависимости от того что мы делаем union union all intersect или минус синтаксическая конструкция остается одной и той же значит ну и какие как бы еще раз вот дополнительные нюансы которые есть да значит количество колонок и типы данных должны совпадать обязательные значит ордер бай может появиться только в самом последнем выражении то есть если у вас идет несколько пересечений и вы хотите в итоге что-то отсортировать значит ордер бай ставится всегда в самом конце то есть при последнем запросе значит в ордер бай можно писать не только название колонки или элис но и еще так сказать позиционный номер первая колонка вторая колонка третья колонка то есть зависимости от этого сейчас попробуем вернуться вот в данном случае этот запрос последний значит после него можно писать ордер бай ворк после ордер бай я могу написать employee айди а могу написать единичку то есть сортировка идет по первой колонке общего запроса значит union all включает все дубликаты то есть все что попало в пересечения как из множества а так и из множества b то есть так и из первого запроса так и из второго запроса понятно что если есть пересечения значит есть общие элементы которые принадлежат и первому запросу и второму запросу вот эти вот общие элементы они выведутся дважды сначала из первого запроса потом из второго так когда у нас количество колонок разное или у нас разные по структуре запросы нам приходится иногда делать следующую вещь то есть вводить определенную псевдоколонку для того чтобы сохранить структуру запроса ну вот давайте посмотрим на этот запрос который представлен значит мы хотим вывести номер отдела локейшн и дату приема на работу то есть вот наш общий запрос должен содержать три колонки значит когда мы извлекаем данные из таблицы сотрудников у нас нет локейшн в сотрудниках нет такой колонки соответственно мы должны ну для того чтобы по номеру эта колонка соответствовала ввести какое-то выражение которое возвращает нам константу то нам вернул в данном случае позволяет нам вывести просто нул значение в этой позиции во втором запросе значит мы берем таблицу отделов у нас в таблице отделов нет даты приема на работу но для того чтобы колонки и типы данных сохранились нам надо сделать вот такое же преобразование для того чтобы вывести константу в этом случае у нас строки которые будут выводиться вторым запросом в колонке дата приема на работу будет прописываться нул вот обратите внимание как здесь вот из первого запроса у нас возвращается из второго запроса у нас возвращается номер отдела локейшн даты приема на работу нет нул то есть это вот из этого запроса идет первая строка из верхнего запроса идет номер отдела локейшна у нас нет в эмплоерсах нул зато у нас есть дата приема на работу то есть мы получаем вот эту вот строку то есть для того чтобы использовать операции работы с множествами и если у нас не хватает каких-то данных или таблицы разные по своей сути нам приходится вот использовать такой прием для того чтобы вывести константу чтобы количество колонок и их местоположение сохранялось то есть в первом случае у нас нету место положение отдела мы выводим константу во втором случае у нас нет даты приема на работу мы выводим константу ну а структура запроса сохраняется три колонки типы данных сохраняются соответственно такой запрос будет выполнен да соответственно чтобы тип данных сохранялся значит если бы это была символьная строка надо было делать бы туча естественно потому что тип данных должен соответствовать или же вот такой прием да значит здесь у нас зарплата здесь у нас зарплаты нет мы ставим ноль мы могли бы написать ту намбер ну но поскольку речь идет о зарплате если мы потом хотим делать какие-то арифметические операции ну нам не подходит нужно будет приведение к типу делать да то есть nvl использовать да здесь можно будет в конце потом сделать order by salary соответственно зависимости от типа сортировки у тебя нули уйдут либо наверх либо вниз да да ну он не поставит ему alias salary но ты можешь в order by использовать позиционную позиционную сортировку ордер бай 3 это третья колонка по номеру то есть ты можешь использовать в order by название колонки alias или его позицию в списке колонок а не требуется однозначности названия колонок требуется совпадение типов данных раз и чтобы они стояли ну в соответствии с типами то есть если на первом месте у нас намбер во втором запросе на первом месте должен стоять намбер соответственно если здесь три колонки то во втором запросе тоже должно быть три колонки то есть соответствие название не требуется требуется соответствие количество колонок и типов данных это обязательно но желательно давать ему alias salary точно так же тогда ты сможешь делать группировку или сортировку по алиасу а иначе тебе если бы этот запрос стоял скажем на первом месте тебе пришлось бы делать позиционную сортировку там по номеру колонки нет это это не выдало бы ошибку потому что not null это ограничение на то может ли в таблице хранится нул значение запросом ты можешь извлечь все что угодно поэтому здесь не было бы противоречия ну и вот еще один пример значит как они компонуют предложение значит select строка с алиасом да число идет вот тройка и для тройки дается алиас объединяется идет строка ну i'd like to teach потом идет единичка ей дается тоже алиас дамми потом идет еще одна строка двоечка дамми и ордер бай соответственно ордер бай по алиасу вот этой вот колонки он их отсортирует 1 2 3 поскольку мы ничего не указываем сортировка асцендентинг то есть вот таким вот образом если бы я здесь не написал имя колонки мне пришлось бы здесь указать двоечку то есть по второй колонке сортировка ну такой вот пример ну в общем то и все то есть тема очень простая давайте попробуем сделать несколько задачек посмотрим как это получается медведь 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 медведь